О самых значимых событиях недели, касающихся нас и нашего региона, вам расскажу я, Мехребан Касумова, и мои коллеги, журналисты телеканала CBC. Здравствуйте, вы смотрите итоги недели и сегодня в выпуске. Архитектор и создатель современного независимого Азербайджана, выдающийся государственный деятель, общий национальный лидер. 10 мая азербайджанский народ отметил 96-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева. 27 лет без Шуши. Древний азербайджанский город оккупирован вооруженными силами Армении с 8 мая 1992 года. Перемирие без мира. Прошло четверть века с подписания Бишкекского протокола. Праздник со слезами на глазах. Азербайджан внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. 10 мая азербайджанский народ отметил 96-ю годовщину со дня рождения архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Глава республики Ильхам Алиев, члены его семьи, официальные лица, руководители комитетов и компаний посетили аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера азербайджанского народа. Глава республики Ильхам Алиева Общенациональный лидер Гейдар Алиев был политиком мирового масштаба. Он вывел Азербайджан из кризиса и заложил прочный фундамент для его дальнейшего развития и процветания. Добрые слова в адрес одного из самых уважаемых политиков мира продолжают звучать и сегодня. В 96-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева портал «Москва-Баку» представил фильм о баянии личности. Гейдар Алиев никогда не отдавал предпочтение кабинетной работе. Он бывал повсюду, чтобы самому непосредственно знать, что происходит в цехах заводов, в лабораториях, в портах, на стройках. Когда возникали проблемы, он сам разбирался в причинах и предлагал меры по их устранению. Сегодняшний БАМ – это заслуга Гейдара Алиева. Он был единственным членом политбюро, который входил в Северомуйский тоннель, очень глубокий тоннель. Он любил находиться среди простых людей и беседовать с ними. Забота о людях была его основным принципом жизни. Это не зависело от того, где он находился – на работе, в каком-либо обществе или в кругу семьи. Будучи главой семьи, отцом, мужем, дедушкой, он всегда был настоящим. Настоящим и прежде всего, и с этим никто не поспорит, высокоинтеллигентным человеком. Уверенным, держащимся с большим достоинством и в то же время с удивительной простотой, присущей немногим. И еще, он всегда очень любил искусство. Он очень внимательный человек был, с хорошей памятью, профессиональной. Он знал, что вот у меня отец строителя, как с ним поделился. Он спрашивал, как он продолжает работать. Я никогда не забуду, что с ним были всегда живые беседы. В Доме кино однажды вдруг, значит, встреча с Гейдаром Алиевым. Ну, мои кинематографисты просто были ошумлены. Это за всю историю существования Дома кино, это была первая встреча с членом правительства, с Гейдаром Алиевым. Ну, естественно, зал был битком забит, пришли все, и организаторы производства, режиссеры, художники, актеры. В общем, встреча длилась, если мне память не изменяет, более двух часов. И сначала он говорил много о значении культуры, о идеологическом влиянии культуры на зрителя, на человека, о политическом влиянии. И нас поражало, что он цитировал и Достоевского, и Толстого о культуре. Я уж не говорю, там, Белинского вспоминал о театре, за чего разговоры. То есть, и нас это поразило. На фоне косноязычных политработников, так сказать, представителей правительства, это был интеллигентнейший человек. И человек, который чувствовался по его речи, что он всерьез интересуется культурой и искусством. 27 лет без Шуши. Этот древний азербайджанский город по праву считается символом азербайджанской культуры, музыкальной колыбелью Азербайджанской республики. Под оккупацией армянских вооруженных сил он находится с 8 мая 1992 года. Захватом этого города была завершена этническая чистка в Нагорном Карабахе, где к тому времени не осталось ни одного азербайджанца. На этой неделе сотни людей собрались на Аллее Героев Баку, чтобы почтить память погибших при оккупации Шуши. Колыбели азербайджанской музыки, консерватория Востока, город, который имеет для азербайджанского народа историческое, культурное и духовное значение. Вот уже 27 лет шушинцы тоскуют по родным землям. Поменьше армянской агрессии почтили в ходе церемонии, прошедшей на Аллее Героев Баку. Победа азербайджанской армии в апрельских боях продемонстрировала всему мировому сообществу, что наша армия способна освободить земли из-под армянской оккупации. Для этого требуется лишь один приказ Верховного Главнокомандующего. На мой взгляд, переговорный процесс по мирному регулированию слишком затянулся. Я верю, что в ближайшем будущем оккупированные армянами земли будут освобождены. Мы все вернемся в родину Шушу и другие территории, и там вновь будем развивать азербайджанский флаг. Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Туралген Джалиев отметил, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха могут снова сосуществовать в мирной атмосфере только в рамках международно признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Почтить память героев погибших в боях за Шушу пришли также ветераны Карабахской войны, представители молодежи и ученики шушинских школ, временно функционирующих в других городах Азербайджана. Для каждого из них прийти сюда и почтить память героев – моральный гражданский долг. Во время боев в Шушу мы делали все, чтобы город не был оккупирован. Но в ночь на 8 мая армянская сторона использовала всю технику 366-го мотострелкового полка. Вы представьте, насколько силы были неравны. Многие погибли, некоторые получили ранения. Участники церемонии выразили надежду, что в скором времени азербайджанцы вернутся в Шушу и на другие, освобожденные от оккупации земли. Шамистам Амедов, Джавид Гадиров, Сибиси. 8 мая – это также день гибели Альберта Агарунова, посмертно удостоенного звания национального героя Азербайджана. Он родился и вырос в пригороде Баку. На фронт отправился добровольцем. Память отважного танкиста почтили представители азербайджанской и еврейской общественности. В Азербайджан Рантик Агарунов приезжает ежегодно для участия в памятных мероприятиях, посвященных его брату Альберту. Говорит, Альберт был веселым юношей, который очень любил свою родину. Все свои 23 года он прожил в стране, ставшей для него поистине родной. Альберт Агарунов погиб 8 мая 1992 года при обороне города Шуша в Нагорном Карабахе. Отважный танкист был убит пулей и снайперской винтовки армянского боевика. Агарунов похоронен на аллее героев в Нагорном парке Баку. Здесь же покоятся десятки других, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Азербайджанцы, евреи и представители других наций и народов, проживающие в республике на протяжении многих лет, почтили память национального героя. Необходимо еще больше распространять информацию о патриотизме, героизме Альберта Агарунова до подрастающего поколения. Его героизм стал самым большим ударом для врага, так как показал, какая Азербайджан прекрасная страна, Как в азербайджанце – прекрасный народ, а раз проживающие здесь представители разных наций и народов, так сильно любят эту республику, так привязаны к ней, что готовы отдать за нее свою жизнь. В день, когда погиб Альберт Агарунов, погибли еще около 200 человек. По большей части это были мирные жители Шуши – женщины, дети, старики. Их память также почтили минутой молчания. Герои живы до тех пор, пока о них помнят. А помнят о них как в Азербайджане, так и в Израиле. Отношения между двумя государствами и их народами всегда были на высоком уровне. Дружба между двумя народами – азербайджанцами и евреями, укрепление их отношений – такова цель нашей деятельности в социальных сетях. Мы с местными евреями создали специальную страницу, посредством которой доводим до общественности двух стран реалии Азербайджана и Израиля. Евреи в Азербайджане живут веками. Их очень многое связывает с азербайджанцами. В Азербайджане к памяти героев относятся с огромным уважением. Их именами называют школы, улицы, им посвящают песни, стихи, поэмы. К 27-й годовщине со дня гибели Альберта Агарунова вышла в свет книга на двух языках – азербайджанском и английском. В память о нем учреждены и награды, дипломы, медали, ордена. В скором времени на одноименной улице в Баку появится монумент героя. Ихребанка Сумвар, Уфат Оликперов, Си-Би-Си. Прошло 25 лет со дня объявления режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Стороны подписали бишкекский протокол 8 мая 1994 года. Основное положение договора – обеспечение полного прекращения огня и военных действий с 00.01.12 мая того же года. Инициатором подписания документа стала Россия. С целью наблюдения за тем, чтобы договор был осуществлен, создали постоянный комитет ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Тем самым режим прекращения огня был объявлен, но Армения его по сей день постоянно нарушает. Об этом мы поговорим сегодня с политологом Ильгаром Велизаде. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Перемирие вроде бы заключили, но опять же на бумаге, как показала действительность. Каким изначально было значение бишкекского протокола? Что мы ожидали от него? Прежде всего, нужно сказать, что бишкекский протокол призван был поставить точку в военных действиях, продолжающихся военных действиях, и зафиксировать начало подготовки крупного штабного, скажем, большого мирного договора. И в первые месяцы, первые годы, последующие после подписания бишкекского протокола, в принципе, мы все, и общественность, и, скажем, балитические круги, и не только в Азербайджане, вне его, ожидали, что будет работа над этим самым большим мирным договором, и в ближайшие какие-то сроки, за несколько лет, этот мирный договор будет составлен и готов к подписанию, как минимум. В принципе, в первые годы работа велась достаточно динамично, была создана минская группа ОБСЕ, которая должна была фасилитировать этот самый процесс, и проводились целый ряд встреч. В первые годы, надо обратить на это внимание, что было достигнуто соглашение, что, скажем, армянскую сторону представляет одна сторона, скажем, Ереван официальный, а азербайджанскую сторону Баку, и вот на этих условиях вот этот самый переговорный процесс должен продолжаться. Это тот позитив, который удалось достигнуть в первые годы, скажем, после подписания этого протокола. Однако в последующие годы, к сожалению, нам приходится констатировать, что в результате деструктивной позиции армянской стороны был взят курс на, скажем, затягивание переговорного процесса, и, к сожалению, вот за те 25 лет, которые прошли с момента подписания этого протокола, по сути, ничего не изменилось, поскольку мы вновь и вновь повторяем, что тот статус-кво, который был достигнут 25 лет назад, в настоящее время, с учетом нынешней специфики, геополитической и региональной специфики, является по сути своей анахронизмом, который мешает продуктивному развитию переговорного процесса. Мировое сообщество убеждено в том, что войны в Карабахе нет, значит, все спокойно, обстрелов нет. Но, тем не менее, вооруженный конфликт, он продолжается. И за эти годы, что только не происходило на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, в том числе гибель полуторагодовалой девочки. Почему на это закрываются глаза? Совершенно верно. Вы знаете, Мехриман Хармс, с 2007-2006 года ежегодно, с каждым годом, количество случаев нарушения режима прекращения огня увеличивается. Причем в последние годы речь уже идет о тысячах. Если, скажем, в 2006-2007 годах в целом в год фиксировалось где-то 700, в случае где-то или в этом радиусе, то, скажем, к 2016 году речь уже шла о 4000-5000 случаях в год нарушения режима прекращения огня. То есть, таким образом, если разделить это количество на число дней, то фактически получается, что в течение одного дня речь идет о более сотне случаев нарушения этого режима. То есть, фактически, уже к 2016 году стало очевидно, что идет война, латентная война, позиционная война ее можно назвать, и как раз-таки она фиксирует, что тот статус-кво, который был достигнут 20 лет назад, он фактически перестает действовать. Но, опять же, армянам очень много позволено, с учетом того, что Бишкекский протокол, они не соблюдают режим прекращения огня. Кроме этого, была предложена казанская формула, были мадридские принципы. Как долго мировое сообщество, в частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, будут армянам позволять игнорировать все принятые документы, соглашения? Ну, совершенно верно. Был еще такой пражский процесс, вы понимаете. Дело в том, что, к сожалению, к большому сожалению, на фоне фактической стагнации реального переговорного процесса вот на поверхность выходят какие-то предложения, конструкции, которые бесконечным образом обсуждаются, на которых строятся определенные версии предположения. И все это, в конечном итоге, перечеркивается очередным обострением в зоне конфликта, очередной вспышкой конфликта. И практика показывает, это, честно говоря, сигнал сопредседателям Минской группы. Вместо того, чтобы упражняться в этих дипломатических, скажем, приемах, нужно все-таки обратить внимание на суть вопроса. На суть вопроса. А суть, по большому счету, не меняется. От того, что 25 лет ведутся переговоры, Армения не перестала быть оккупантом, Азербайджан не перестал быть потерпевшей стороной. Более того, за эти 25 лет Армения успела еще нарушить целый ряд других, скажем, серьезных принципов международного права. В частности, сегодня осуществляется разработка, скажем, различных месторождений и природных ресурсов на территории оккупированного Нагорного Карабаха. Этот вопрос очень серьезный, очень серьезный. Но я думаю, что этот вопрос вообще нужно выделять как отдельные, скажем, линии в переговорном процессе. Обычно что происходит в международной практике? Страны, которые оккупируют территорию, впоследствии, в принципе, за эксплуатацию вот этих территорий, они выплачивают репарации. Мы вообще этот вопрос не поднимаем. А армянская сторона должна выплатить нам за эти годы еще репарации в связи с тем, что они незаконно осуществляли, значит, свою хозяйственную деятельность на оккупированных территориях. У них все равно столько нет. Ну, это их проблема. Дело в том, что мы можем фиксировать этот вопрос. И, честно говоря, опять же, международное право в данном случае на нашей стороне. Вот, к сожалению, если кому-то кажется, что они, скажем так, тянут переговорный процесс и никаких последствий от этого не будет, нужно им дать понять, что за затягивание переговорного процесса, за затягивание, скажем, даже не переговорного процесса, за затягивание с возвращением Азербайджана его собственных земель. Нужно платить. Это все стоит денег. И в настоящее время, я, насколько знаю, осуществляются определенные оценочные работы с азербайджанской, естественно, стороны, которые позволяют определить сумму этого ущерба и в конечном итоге его предъявить Армении. Я думаю, что в данном случае в переговорном процессе и эта тема тоже может фигурировать. Но вот, может быть, вот такого рода, скажем, посула со стороны азербайджанской, с азербайджанской стороны, которые должны быть, по большому счету, поддержаны и минской группой, поскольку они опираются на, опять же, на нормы международного права, может быть, тогда армянская сторона может как-то одуматься, пересмотреть свои подходы, как-то какую-то другую позицию займет. Но, к сожалению, на сегодняшний день приходится наблюдать другую картину, когда после смены руководства в Армении мы все-таки ожидали, что новые руководители Армении более хладнокровно и более, скажем так, прагматично отнесутся к этой проблеме. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, как новые руководители Армении делают абсолютно противоречащие друг другу заявления. Раньше этого, даже раньше этого не наблюдалось. Вы знаете, министр обороны Армении говорит, что я пересмотрю... Кто такой министр обороны Армении, даже по иерархии, скажем, определенной, который пересматривает... Я решил пересмотреть там принципы подхода теперь. То есть, кто он такой? Премьер-министр страны должен поставить его на вид, какое-то заседание провести, сказать, что это неправильно, что министр обороны вперед, премьер-министр, высказать какие-то политические заявления. Однако он его оправдывает. К власти в Армении приходят дилетанты, которые сами не знают, как, в принципе, обращаться к этой ситуации. Это, конечно, вносит дополнительную напряженность в ситуацию с переговорным процессом, с его перспективами. И, к сожалению, нам приходится в этом случае констатировать, что армянская сторона недостаточно, скажем так, прогнозируемая в своих действиях. И вообще, я думаю, что терпение и выдержка азербайджанской стороны в данном случае, ну, ее, наверное, надо поставить как бы на вид, что вот даже в таких ситуациях мы демонстрируем определенную выдержку, не даем возможности, значит, эмоционально как-то реагировать на эти дела. Но, с другой стороны, конечно, я думаю, что внешние наблюдатели, те же сопредседатели Минской группы должны все-таки умерить настроение армянской стороны и все-таки обратить внимание на реально существующие проблемы. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. Напомню о значении Бишкекского протокола, подписанном Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года, мы говорили с политологом Ильгаром Велизаде. В продолжении темы в Баку с целью привлечения внимания мирового сообщества к Нагорно-Карабахской проблеме подписали обращение к генсеку ООН Антонио Гутерричу. Азербайджанские деятели искусства, депутаты, политики, в том числе и выходцы из Карабаха, призывают активизировать усилия по скорейшему решению конфликта. Цель этого обращения – довести до сведения генсека ООН, что конфликт до сих пор не урегулирован. Захватнические войска Армении продолжают держать под оккупацией азербайджанские территории. К сожалению, официальный Ереван не выполняет резолюцию ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. В обращении мы снова подчеркнули требования вывода вражеских войск с азербайджанских территорий. Мы делаем это с целью донести до внимания генсека ООН и международного сообщества необходимость скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Мы делаем это с целью донести до внимания генсека ООН. Посредством вот этого обращения, подписанного известными деятелями искусства, культуры, политики, депутатами, представителями гражданского сектора, мы хотим еще раз привлечь внимание мировой общественности и показать, что Азербайджан всегда готов к мирным переговорам, всегда готов к мирному решению конфликта. Но если за все эти годы не было серьезных подвижек в мирном переговоре, то вся ответственность за последующие действия лежит в том числе и на мировом сообществе, потому что фактически армянская сторона не оставляет Азербайджану никаких других вариантов, кроме как военно-политического решения конфликта. Одна на всех. В Азербайджане, а также в ряде других постсоветских республик отметили День Победы над фашизмом, праздник, который объединяет жителей бывшего Советского Союза. Вклад Азербайджана в эту победу неоценим. На фронт ушел каждый пятый житель страны. Об этом, а также значении праздника Великой Победы мы поговорим с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Доброе утро. Прежде всего, что для вас значит День Победы, а также акция «Бессмертный полк»? Я думаю, что для каждого человека, который родился и вырос в Советском Союзе, это, конечно, и праздник Победы, и день, ну, сейчас уже в таком смысле утраты, потому что каждая семья понесла какие-то потери. Вот в моих семьях тоже это произошло. Поэтому, конечно, это День Светлой Памяти, но вместе с тем это и День Светлого Праздника, потому как... Как говорят, праздник со слезами на глазах. С слезами на глазах, да. Вы здесь абсолютно правы. Вот. Одолели, что называется. Акция «Бессмертный полк» в Азербайджане тоже прошло это мероприятие. На моих глазах это проходит уже много лет. И более того, хочу сказать, что это не только Баку. Это, по сути дела, весь Азербайджан. Вот, по крайней мере, я вчера долго общался с гянжинцами, и они рассказывали, как у них это проходило. Это была такая же акция, как и в Баку, только в Генджи, в западных регионах Азербайджана. И за это я хочу сказать, вот, глубочайшее спасибо руководству страны, руководству Азербайджана за то, что они так трепетно относятся к истории страны, в которой мы все вместе выросли, возмужали и еще кое-что доказали. Всем известно, что Азербайджан внес неоценимый вклад в достижение этой победы. И долгие годы идут дискуссии о том, что Баку следовало бы присвоить звание города-героя. Как вы относитесь к этой инициативе? Что думаете об этом? Я считаю, что Баку, вот для меня, это город-герой. Как для гражданина другой страны и для человека, который любит этот город. Я вот даже вспоминаю стихи Маржака, который писал по поводу того, что танки не поедут, когда не будет бакинского бензина. Это формальности. Баку вошел в историю Великой Отечественной войны как главный центр битвы с Кавказом. И это все прекрасно понимают. Когда немцы пошли на Кавказ, у них была одна цель. Баку, нефть и все остальное. К сожалению, вот с каждым годом ветераны уходят, уходят, уходят. Жизнь так показывает. Но вместе с тем, я считаю, что это азербайджанская нефть, эти многочисленные госпиталя, которые были на территории Азербайджана, в том числе и в рамках города Баку. И люди, которые здесь получили вторую жизнь, это настолько неоценимо. Отсюда поставляли фрукты, овощи. Вот уже не про нефти говорю, в госпиталя. Это уже шло по всему Советскому Союзу. Это был очень значительный вклад. Ветеранов, участников войны уже осталось очень мало. Как обстоит дело с их социальным обеспечением? Вы регулярно встречаетесь, общаетесь? Вот в данной ситуации я хочу сказать искренне спасибо руководству Азербайджана за то, что в каждый праздник, и не только в праздник, этих людей поддерживают. Они получают президентскую стипендию. Причем ее получают и участники войны, и жены участников войны. Получают члены ассоциации ленинградских блокадников, которые здесь тоже проживают. Их осталось единицы, но это факт. И многие другие, поэтому я просто хочу искренне поблагодарить руководство Азербайджана за столь щепетильное внимание к людям, которые причастны к этой войне. МИД России опубликовал доклад о ситуации с героизацией нацизма. В нем отдельная глава посвящена Армении. Мы помним, как в 2016 году в Ереване установили памятник нацистскому приспешнику Горегину НЖД. Тогда МИД России выразил недовольство в связи с этим событием. Но после вдруг сказали о том, что это внутреннее дело Армении. Теперь вот в докладе вновь осуждают политику армянских властей. Почему же некогда внутреннее дело Армении вдруг перестало быть внутренним? На ваш взгляд. Вы хотите мое мнение знать? Оно очень простое. Грешникам, грешники, вот не может быть потворства нацизму, и оно не имеет национальности и национальных окрасок. Те, кто поддерживает нацистов, они нам не друзья. Опять же, несмотря на этот доклад, в День Победы, в такой светлый праздник, который объединяет, как я уже отметила, народы всех постсоветских государств, тем не менее в Ереване взяли и установили портрет Горегина НЖД, прикрепили к нему георгиевскую ленточку. Что они тем самым хотят показать? Бог накажет, а народ рассудит. Вот все, что могу сказать по этой теме, потому что, поверьте мне, все, кто поддерживает людей, которые были сопричастны с нацистами, их хотя бы даже пассивно поддерживали, они преступники. И последний вопрос. Почему важно, чтобы и сегодня подрастающее поколение помнило и осознавало всю значимость победы в Великой Отечественной войне? Тяжелый вопрос, но я на него отвечу. В последние годы появилось много сил, организаций, которые пытаются размыть, поменять оценки того, того, что в те годы происходило. Но вот за время моей работы в этой стране, поверьте, я много общаюсь с ветеранами, с гражданскими, военными, с дипломатами, которые здесь работают. Я еще ни разу не услышал того, чтобы кто-то сказал, что советский народ сделал что-то не то. Вот все признают, что главная роль в этой побитии принадлежит советскому народу. А к этому имеют прямое отношение российский народ и азербайджанский. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Вам спасибо. Я напомню о празднике Великой Победы, а также ее значение сегодня мы говорили с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. Продолжаем выпуск. Баку и Москва продолжают укреплять двусторонние связи. Между азербайджанскими и российскими железными дорогами подписан меморандум о развитии сотрудничества. Документ направлен на реализацию эксплуатации евро-азиатских международных транспортных коридоров. Азербайджанские железные дороги и российские железные дороги подписали меморандум о развитии партнерских отношений. Документ направлен на развитие комплексного сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе транспортного и транзитного потенциала национальной железной компании, развитие железнодорожной инфраструктуры и расширение кооперативных связей. По словам гендиректора и председателя правления РЖД Олега Белозерова, в последнее время спектр экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном постоянно расширяется. Данная тенденция ярко выражена в положительной динамике роста объемов груза и пассажироперевозок. Широкомасштабная работа, проводимая Азербайджаном в направлении создания инновационной транспортной инфраструктуры и диверсификации национальной экономики, открывает новые грани региональной экономической кооперации. В этой связи стороны намерены реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршруту Иран-Азербайджан-Россия-Европа в рамках западного маршрута Международного транспортного коридора Север-Юг и маршрута Россия-Азербайджан-Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Через территорию Азербайджана уже осуществляются грузоперевозки в направлении Восток-Запад-Север-Юг. Однако транспортно-транзитные перспективы открывают новые возможности для кооперации со странами-партнёрами. Так будет запущен ещё один коридор в направлении Восток-Запад к территории Турции. Данный коридор позволит через Владивосток, а далее по территории России переводить груз из Японии, Кореи и Вьетнама в Турцию и Европу. Масштабный межрегиональный проект будет реализован посредством объединения усилий азербайджанских и российских железных дорог. На пресс-конференции стороны объявили о начале разработки согласованной политики по развитию и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок. Помимо этого, стороны договорились о привлечении дополнительных объемов груза по железнодорожным маршрутам европейском направлении. Фад Байран Федвен Каджалиев, Си-Би-Си. И в завершении выпуска. Томас Андерс, джентльмен музыки. С такой концертной программой выступил в Баку легенда мировой поп-музыки. Экс-солист группы Modern Talking исполнил известные хиты прошлых лет. После того, как группа приостановила свою деятельность, Томас Андерс занялся сольной карьерой. Немецкий поп-певец уже на протяжении почти 40 лет находится на вершине славы. Продажа альбомов Modern Talking и сольных альбомов Томаса Андерса превышает 125 миллионов копий. Это моя молодость. В то время нам нравилось, мы ходили на его концерты. Теперь просто хотим вспомнить прошлое, прийти посмотреть. Мне кажется, что он не изменился. Мы в 80-е годы слушали днями, часами их песни, то есть этой группы, точнее, не как солист, а группы Modern Talking. Это наши ностальгические чувства, которые в детстве испытывали, увидев объявление его концерта. Конечно же, захотелось как бы нырнуть, скажем так, в прошлое, вспомнить свое детство. Последний раз Томас Андерс выступал в Баку в 2006 году. Он признается, что за 13 лет Баку сильно изменился. Это другой город, сказал Андерс, общаясь с публикой. Артист признался, что центр Гейдара Алиева – один из самых прекрасных залов, где ему когда-либо приходилось выступать. Фидана Гуи, Эсмиралиева, Рауф Гусейнов, Сибиси. Вы смотрели «Итоги недели» на телеканале Сибиси. Следующий выпуск программы выйдет в эфир, как обычно, в воскресенье в 21.00. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин